И мы переходим к нашей еженедельной, так сказать, рубрике. Мы подбиваем итоги того, что было сделано Офисом Президента, какие важные заявления лично Владимиром Зеленским. Далее в эфире тема посвящена именно работе президента. Президент Юэй, она имеет название. И начнем эту тему с сюжета информационного, который подготовили наши корреспонденты. Так вот, реконструкция детских садов и школ вместе с эстонскими партнерами. Откровенное интервью африканским журналистам о продовольствии в кризисе. Встречи на Банковой и общение со студентами вузов Австрии. О том, как прошла неделя президента Украины, далее в сюжете наших коллег. Первая неделя августа началась с первого положительного сигнала. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход из Одесского порта первого судна с украинской кукурузой, который состоялся 1 августа. По его словам, пока что выводы об эффективности зернового соглашения делать рано. Но это уже весомый шаг для стабилизации на мировом продовольственном рынке. Для нашего государства это тоже имеет значительную пользу. И вопрос не только в миллиардах долларов валютной выручки. Выращивание экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям. Во вторник, 2 августа, Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши, Збигневом Рау. А 3 августа выступил перед студентами 20 университетов Австрии. Главный месседж общения с австрийской молодежью – продолжать поддерживать Украину, отстаивая правду и развенчивая мифы российской пропаганды. Отвечая на вопросы студентов, президент сказал, что война в Украине – это война автократии и демократии. И быть в стороне от этой войны невозможно. Я уверен, большинство людей в мире, большинство стран защищают те же ценности, которые защищаем мы сегодня. На поле боя о ценой своей жизни. Сочувствовать сегодня – это слишком мало, скажу честно. Чтобы и победить тиранию, нужно быть очень конкретным тут и сейчас. Каждую минуту, каждый час, каждый день мы теряем самое ценное, что дала нам планета Земля. Бог и наши родители. Человеческие жизни. Во время визита министры иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Киев договорились о помощи со стороны Эстонии в восстановлении школ и детских садов, разрушенных в результате боевых действий. Вовруч и Житомирской области уже начали такое строительство. Экстренная помощь, которая нужна сейчас перед учебным годом, учебным процессом. Это строительство, реконструкция школ, детских садов, университетов, домов для переселенцев. По мнению Владимира Зеленского, глобальная архитектура безопасности не сработала. И это то, на что Украина обращает внимание мира не только последние 160 дней полномасштабной войны, но и с 2014 года. 4 августа президент провел встречу с африканскими журналистами. Обсудили продовольственный кризис и необходимость не идти на компромиссы с Путиным, даже когда речь идет о базовых потребностях. Поднимали ли мы вопросы, чтобы хлеб, пшеница не доехали из России на африканский континент? Никогда. Мы боремся с ними, мы знаем, за что мы боремся. А что сделали они? Наоборот, блокируют. А зерновую продукцию продаем как мы, так и Россия. Они поддерживают голод. Так скажите, что они вложили, кроме своих приездов, за все эти годы? Вместо результатов кровавых войн, которые за время своего правления развязывал Путин в разных точках мира и которые, возможно, планируют еще, президенту России стоит уже задуматься о подведении итогов своей жизни, сказал Владимир Зеленский в том же интервью. Сколько еще потребно войн? Сколько еще нужно войн президенту России, который не видит орбит? Может, хватит? Уже и возраст у него достаточный. Может, уже нужно думать, что он будет говорить Богу? Что он оставляет на своей земле после себя? Кроме ада. Что будет с нацией России? Что будет с его народом? За ядерный терроризм на территории атомной электростанции в Энергодаре, которую дважды обстреляли российские оккупанты, Россию необходимо признать страной спонсором терроризма, заявил президент Украины 5 августа. Кроме того, в отношении всей ядерной отрасли Российской Федерации также необходимо применить санкции. Юлия Безбородько, специальная для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Эту тему в разговоре продолжим с нашим следующим гостем. Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко с нами на связи. Сергей, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем от общего. Как обычно, как всегда, за последние пять месяцев ежедневный график Президента Украины, да и в целом Офиса Президента Украины. Очень много коммуникаций, очень много общений. И общение не только с дипломатами, президентами, но и общение со студентами. Речь идет об общении со студентами Австралии. Также идет речь об общении с людьми обычными, опять же, с военными. Вот, Сергей, вы, как непосредственно советник главы Офиса Президента Украины, вот озвучите три самых важных пункта, самых важных, возможно, встреч, либо общений Президента Украины Владимира Зеленского, которые дают сдвиг и делают шаг вперед к победе Украины. Я понимаю, очень трудный вопрос в такой массовости встреч, в такой массовости работы. Наверное, G7, сам G7, не на уровне первых лиц. Это было за последние несколько месяцев самое важное мероприятие. Совет Европейского Союза, на котором принималось решение о предоставлении Украине кандидатов в Евросоюз, о выступлении в Европарламенте в начале марта, в первых числах, в котором Украина подала заявку на вступление. Это, наверное, такие групповые выступления президента. Есть коммуникация с лидерами Франции, Германии, Британии. Но настолько часто, что, думаю, это уже превысило суммарное количество контактов со всеми предшественниками за 30-летней зависимости. Плюс есть выступления на массовых площадках, которые тоже очень важны, потому что мы пытаемся заручиться поддержкой политикам определенных стран, а эти политики ориентируются на общественное мнение своих стран. Условно говоря, президент в прошлом месяце выступал на открытии фестиваля музыкального в Гластенбери, в Великобритании. Это один из крупнейших фестивалей в мире, самый крупный в Европе за все лето. И это аудитория, которая недоступна в обычных выступлениях перед парламентом, потому что все-таки парламент интересуется жизнь, политическая активная часть общества, а на фестивали ходят тысячи, десятки тысяч, доходят до миллиона человек, суммарно приходящих на такие музыкальные фестивали. Это было очень важное выступление. Оно давало президенту доступ, скажем, не элитному избирателю каких-то стран, а вот обывателю, который очень важен, это глубинное государство, знаете, вот Deep State, оно формируется вот такими вот людьми. Это настроение, которое в обществе живут потом длительные месяцы. Поэтому очень важно для этих людей тоже достичаться. Это звучит немножко амбициозно, потому что это сложно, но с этим нужно работать. Также выступление президента на открытии Каннского фестиваля, это было весной, очень важно, потому что на таких мероприятиях собирается, я бы сказал, такое слово есть богема, немножко оно у нас испорчено, но именно эти люди, культуры, они являются таким парусом, который набивается, и это государство двигает в то или иное направление. Поэтому очень важно с такими людьми тоже поддерживать, с такой аудиторией поддерживать с нами. В целом это беспрецедентно, что происходит сейчас, такого в истории Украины никогда не было, но может, слава Богу, чтобы не было в будущем, потому что это связано с войной. Но президент пытается быть главным спикером украинской повестки на всех международных площадках, где только это возможно, где это влияет на наше будущее. Также вот хочу информацию некоторую озвучить для наших зрителей. Сербия, Косово, Китай, Тайвань, Армения, Азербайджан, Палестина, Израиль. Локальные конфликты, которые на этой неделе вспыхнули по всему миру, считает Владимир Зеленский, это следствие того, что архитектура глобальной безопасности уже не работает. Что именно имел в виду украинский президент? Давайте услышим прямо сейчас. Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор. А именно, глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности. Наш народ объединил свободный мир не просто вокруг борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка наша свобода. Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями. И чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что ни одно государство больше никогда не сможет прибегать к террору против другого государства. На системном уровне, на уровне глобальных институций. Именно для этого мы сейчас и работаем. И украинское государство, и все наши партнеры. Хотелось бы от вас более, скажем, емко получить комментарий на эту тему. Какой именно роль в архитектуре мировой безопасности сейчас играет Украина на данный момент, пока все еще российские солдаты, к сожалению, есть на наших землях? А Украина – это пример того, что, во-первых, российская армия, она выдуманный мифами. Это не та, скажем, вторая мощность армии Америки, как она преподносит. А второе – Украина – это символ героизма, который Украина смогла противостоять этой армии и сломать все их планы, которые они вынашивали. Причем вынашивали же не один год. Эта экспансия, эта агрессия на украинскую землю, она готовилась очень давно. По сути, шли подготовительные этапы. Недавно Леонид Кучма в своем интервью рассказал, что история с Тузлой, может быть, даже уже многие ее забыли, а некоторые зрители даже и еще не родились на свету. Но история с Тузлой была при встрече этой агрессии. Потому что уже тогда Путин тестировал возможность оккупации украинских земель и реакции украинской государственной. А Тузлой у нас, на секундочку, это было 2003 год. То есть то, что мы способны этого давать подпор, это сюрприз для всего мира. Потому что нам три дня давали на все. А касательно ролики, как по сути, вы знаете, мы, если так говорить, я законно прощаю, мы такие немножко целичные, но Украина может ездить к этому миру и давать мастер-классы о том, как крошить русню, не бояться их оружия, выбивать их с оккупированных территорий и сажать мужу этого диктатора всех мушевых, если точно скатушек. Потому что для него история Суприна – это натальный позор. Он загнан в угол, в том плане, что он остановиться уже не может. Ведь тогда нужно объяснить, ради чего все это начиналось, если бы на себе такие огромные потери. А для него продолжать для него это все становится тяжелее и тяжелее. Вот поэтому он и маневрирует между вот этим временем реальными крайностями. Но для нас все это занимается тем, что он может продолжать сдерживать их действия и продолжать, по сути, воевать дальше. Еще к одному важному месседжу, который озвучивал ранее президент Зеленский. Доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирное население, якобы размещая вооруженные силы и вооружение в жилых районах. Ничто иное, как попытка переложить ответственность за войну с Россией на Украину. Владимир Зеленский назвал этот отчет аморальной избирательностью. Давайте прямо услышим. Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такие информационные контексты, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если публикуете такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяйте с ними. Мы уже видели реакцию. Украинская, также представительница МНСТИ Интернешнл, уволилась после этого заявления. А вы объясните, пожалуйста, спустя вот несколько дней после этого заявления, что это было? Почему МНСТИ Интернешнл заявили такую... Ну, давайте открою на чушь. Эти вопросы не беспокоятся многие, в том числе партнеры в этой организации и в других странах. Там и в Польше у нас есть скандал. Смотрите, ну, коррупция всегда очень сложная, недоказуемая вещь в плане словить за руку кого-то с чемоданом или повесить, показать проводку денег с одному, что там в другую очень сложно. Это делают профессиональные юристы или доверенные лица. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то коррумпировал, мы можем только на уровне гипотез, если то, это, скажем так, гипотеза, которая может быть и неправда. Но вот тут вот отчет очень странный, это нужно признавать, и одной из причин может быть чья-то вещество плотных финансов. Вторая, это традиционная такая... Есть часть нервового, европейского, в первую очередь, ну, и тоже и в Америке есть. То, что называют это термином «леваки», которые вот всегда более лояльны к русскому, к России, потому что для них это колыбель вот марксизма, лиминизма, троцкизма и так дальше. Поэтому такой вариант тоже нельзя чисто идеологическое скучать, что где-то на уровне менеджмента, организации есть люди, испытывающие сентименты по отношению к этим корням, к этой стране. Но это все гипотезы. Мы можем говорить языком фактов, для Украины факт то, что мы этого не начинали и в этой войне мы обороняемся и поэтому ставить знак равенства между агрессором и целью куда направлено это насилие это не просто это нарушение мандата этой организации. А если мы посмотрим, что они обначали, когда возникла история с массовым грибом в Геленовке и по сути это их прямое обязывается, а Ernest International как раз занимается правами в том числе заключенных и права заключенных, которые были убиты были нарушены раз и навсегда в Геленовке их почему-то не заинтересовали и мы не слышали не то, что громкое а просто заявление этой организации а в их отчете который сейчас вышел они попытались оставить два права между двумя насильником и жертвой целью насилия. Поэтому это аморально это как минимум с этого происхождения касательно их сути обвинения о том, что например мирное население страдает мирное население в любом мире страдает не бывает в войне где мирное население обошло печальная участь но нужно разбираться откуда эта война возникла не украина же на кого-то опала нужно заниматься жизнью это случилось потому что брак пришел к нам поэтому отсчет манипулятивен и нечистый спасибо услышали вас Сергей спасибо большое что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру я напомню советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко был на прямой связи с нашей студией